МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Вы же должны за этим смотреть. Позвали, спросили. Дорогой, резина, для чего она здесь? Наводим порядок, как исполняется поручение главы города по уборке пляжной территории. Место очень примечательное. К тому же, это памятник был построен. Один из первых на постсоветском пространстве. Быть добру. Памятник войну Афганцу, прилегающая к нему территория, будут отремонтированы. То, что цепляет эмоционально, всегда хочется вынести на холсты. Новогодний карамболь. АНАПские художники организовали совместную выставку. А начнем с главного. В станице Анапской появился современный спортивный комплекс. На его строительство ушло полгода. Всего. Теперь, как минимум, 800 учеников 21-й школы получили возможность заниматься физкультурой не в здании бывшей котельной, как это было многие годы, а в большом теплом комплексе, оснащенном самым современным оборудованием и спортинвентарем. Перед официальным открытием его осмотрел глава Анапы. Строительство началось в конце лета. Всего за полгода на месте пустыря, около 21-й школы, появился современный спорткомплекс. Он подходит для занятий легкой атлетикой, футболом, боевыми искусствами, волейболом и силовыми упражнениями. Чтобы обустроить помещение и закупить спортивные снаряды, из краевого и муниципального бюджета выделили более 13 миллионов рублей. Преимущество комплекса – уникальная система вентиляции, предназначенная именно для спортивных сооружений. Воздух здесь циркулирует сверху вниз. Оборудованы раздевалки и душевые, а также санузлы для маломобильных граждан. Спорткомплекс полностью соответствует программе «Доступная среда». В здании нет порогов. Для колясочников сделан удобный пандус. Вскоре установят и световые таблички для слабовидящих. Такой современный спорткомплекс, он, конечно, приукрасит твою школу. Но это наоборот, как бы тебе аванс для того, чтобы ты школу привел в порядок. Я понимаю, да. И надо на это обратить внимание. Школа старая. Посмотрите, как крыша. Ее надо приводить в порядок, чтобы это в комплексе смотрелось. Одно из зданий, нуждающихся в ремонте – бывшая котельная. Ее переоборудовали в спортзал. Еще в прошлом году здесь проводили занятия по физкультуре. Теперь с появлением нового спорткомплекса помещение приспособят для занятий борьбой, сделают косметический ремонт и купят борцовские ковры. Самбо в школу – далеко не единственный проект. Учитель физкультуры в 21-й школе профессионально занимается бальными танцами и готов вести секцию. Очень много родителей, детей начальной школы, вот именно начальной, именно первых классов, когда начали мы строить спортивный зал, почему-то вот этот вопрос самый первый возник. Что будет в этом зале? Я выходил на родительские собрания, рассказывал все. И вот один из вопросов был именно организация секции по бальным танцам. Благоустраивают и уличную территорию. По периметру установили новое ограждение. На сэкономленные деньги ведется строительство контрольно-пропускного пункта. Все школы надо в такое состояние приводить, и КПП, и вот это все. Однако были и замечания. До конца января весь строительный мусор на участке необходимо вывести. Администрация готова помочь и предоставить транспорт. Одно из главных поручений главы – строительство тротуаров возле школы. Помните, я на планерке давал опоручение по тротуарам. Вот я сейчас вокруг школы хожу, а тротуара нет. А все тротуары должны тянуться от школ, от садиков и пошли. Современный спорткомплекс и контрольно-пропускной пункт будут открыты до конца января. По словам директора школы, зал полностью укомплектован, проведены коммуникации и работает система вентиляции. Уже в следующем месяце здесь начнут проводить уроки физкультуры. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Муниципальный долг администрации Анапы удалось снизить вдвое. Об этом глава города Юрий Поляков рассказал крупнейшему экономическому изданию Кубани РБК. На начало прошлого года долг составлял почти 170 миллионов рублей. 33 миллиона погасили благодаря поддержке правительства края. 5 миллионов – за счет профицита муниципального бюджета. И в конце года удалось сократить долг еще на 44 миллиона. Эти деньги городская казна получила сверхзапланированных доходов. В итоге долгосрочных погашений, цитирует издание Юрия Полякова, общая экономия средств бюджета, которой удалось добиться нашей команде, уже составила 17 миллионов рублей. Они будут направлены на реализацию социальных проектов, а не на погашение процентов за пользование кредитом, заявил глава Анапы. А накануне глава Анапы проинспектировал прибрежную территорию и дал поручение навести там порядок. Мы об этом уже рассказывали в выпуске новостей. Состоянием пляжей Юрий Поляков был недоволен. Вы же должны за этим смотреть, Мупаков. Позвали, спросили, дорогой, резина, для чего она здесь? Для чего на пляже резина? Забери ее себе домой на территорию сложи. Вы начинаете мне рассказывать, что это собственник. На замечание главы, надо сказать, реакция была оперативной. Уже сегодня оставленные нерадивыми владельцами временной конструкции начали демонтировать сотрудники Мупаку. Силами городских служб были вывезены и резиновые покрышки, также забытые предпринимателем на пляже. И еще в продолжении темы. Не так давно на Оргкомитете по подготовке к 30-летию вывода войск из Афганистана, эту дату, напомним, мы будем отмечать 15 февраля, ветераны боевых действий озвучили Юрию Полякову свою проблему. Постамент воина-афганцу давно нуждается в ремонте. Основа из камня стала разрушаться. Юрий Поляков поручил в самые короткие сроки ситуацию исправить. Сегодня наши корреспонденты проверили, что сделано. Изначально основанием для бронзовой скульптуры был скальный камень. Однако со временем он стал разрушаться. Теперь воин-афганец будет стоять на гранитном постаменте. Этот материал, как говорят эксперты, практически вечный. Для ветеранов афганской войны имеет значение очень большое. Мы собираемся здесь в памятник не только в день вывода войск, но и по другим торжествам. И просто собираемся здесь. Собираются здесь воины-афганцы, которые приезжают на отдых в город. И надо сказать, что почти каждый день мы здесь бываем, кто-нибудь подходит, присутствует, приносит цветы. Поэтому место очень примечательное. К тому же этот памятник был построен один из первых на постсоветском пространстве. После завершения первого этапа работ специалисты ремстроя приступили к благоустройству прилегающей территории. Мы сейчас еще не определились с дизайнерами. Сейчас определимся, скорее всего, будет какой-то красивый камень, может быть, туик, какие-то плитка. Ну, посмотрим. Глава Анапы Юрий Поляков поручил завершить реконструкцию памятника к юбилею вывода войск из Афганистана. Как говорят в управлении ЖКХ, все работы будут завершены в срок. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Новогодние каникулы закончились, и дети пошли в школу. Вот только за время отдыха многие могли забыть о том, что необходимо быть внимательными на улице, особенно переходя дорогу. Об этом должны напомнить своим детям прежде всего родители. И статистика ДТП с участием детей тревожная. В прошлом году количество ДТП с участием детей увеличилось. Здесь зарегистрировано пять случаев. Чаще всего аварии происходят из-за того, что школьник переходит дорогу в неположенном месте. Либо сам водитель из-за невнимательности не дает преимущества пешеходу. Правила для того созданы, чтобы жизнь оберегать детей. Дети многие ходят не по пешеходному переходу, перебегают дорогу, что крайне нельзя делать перебегать. Потому что, когда ты бежишь, машины могут тебя не заметить и сбить просто. Поэтому нужно переходить аккуратно и смотреть по сторонам, чтобы не было машин. Сотрудники ГИПДД провели мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Детям напомнили, где нужно переходить дорогу и рассказали простые правила безопасности. Чтобы безопасить детей на дорогах, необходимо проводить индивидуальную работу, то есть как со стороны родителей, в первую очередь, то есть объяснять ребенку основные требования к правилам дорожного движения, раздел 4 обязанностей пешеходов. В первую очередь необходимо обратить внимание на применение световозвращающих элементов. Это актуально в осенний и зимний период, когда световой день уменьшается. Нужно позаботиться о безопасности и школьника-пассажира. Дети до 12 лет должны перевозиться в специальных креслах, либо с удерживающими устройствами. Беспечным родителям грозит штраф – 3000 рублей. Ежемесячно сотрудники ДПС и ГИБДД проводят в школах лекции, напоминают детям правила дорожного движения и раздают светоотражающие значки. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И к другим темам. Новогодний карамболь – это выставка картин, разные тематики, жанров и стилей. Такой подарок сделали жителям города анапские художники. Проект «Некоммерческий» и вход совершенно бесплатный для всех. Побывала на выставке и наша съемочная группа. Светлана Цыганова – начинающая художница. Живописью занимается всего два года. Все свободное время теперь посвящает творчеству. В обычной жизни она – действующий психолог. Нередко в основу произведений ложатся переживания тех, кто обратился к ней за помощью. Сама же Светлана предпочитает гармонию с природой, поэтому любит писать пейзажи маслом. Сейчас в ее творческом багаже уже наработано порядка 40 картин на холстах. Вдохновение идет отовсюду. Природа, погода, человеческое общение, изучение литературы, истории. И то, что цепляет эмоционально, всегда хочется вынести на холсты. Вот эта работа, например, она была с Пленера. Мы были в Крыму. Там действительно было очень красиво. Она быстро началась. И вот очень быстро идет. Такая выставка проходит в Анапе впервые. Ее уникальность в том, что здесь представлены порядка трех десятков работ исключительно анапских художников. Техники исполнения самые разнообразные. Акварель, пастель, темпера, акрил. Жанры – от эзотерики до пейзажей. Основная задача организаторов – знакомство жителей и гостей города с творчеством местных мастеров кисти. Картины не продаются и предназначены исключительно для просмотра. Причем экспозиция работает абсолютно бесплатно для всех. Важность этой галереи для Анапы, что можно немножечко этот язык изобразительного искусства изучить, посмотреть. И вам подскажут, откуда эту ниточку потащить, чтобы информационно с вами картина заговорила. Чтобы она не только молчала на стене. Работа выставки продлится до вторника. А уже 19 января стартует другая презентация. Галерея находится по адресу Терская, 88. Часы работы с 10 утра до 19 часов вечера. Выходной – воскресенье. Вход – свободный. Руслан Душевский, Анапа-регион. Все выпуски новостей вы всегда сможете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова